Всех снова приветствую! Вы как всегда на канале о финансовой аналитике в криптосфере под названием Седой инвестор. Сегодня будем продолжать разбирать ваши альткоины, заявки на которые вы оставляли в моем телеграм канале. Если у вас есть какие-то дополнения, предложения к будущим разборам, обязательно оставляйте свои мысли в комментариях. Ну а мы потихонечку будем начинать. Заваривайте чаек, присаживайтесь. Поудобней информации будет очень много. Начинаем! Итак, первый актив на разбор у нас под названием SXP, полное название проекта Solar. Цена на момент записи ролика составляет 32 цента. Даже на фоне падения биткоина, актив особо-то и не просел. Есть у нас зона самого крупного накопления 31 цент и в данный момент она играет роль зоны поддержки. Получается, есть все шансы, то что именно эта зона поддержки будет будущим удержана. Итак, у нас есть потенциальные цели на заработок в размере 32% роста. В этом случае цена актива достигнет ближайшей зоны сопротивления 43 цента, что не является довольно прибыльным профитом, поэтому есть смысл ожидать последующую цель, а именно достижение цены второй зоны сопротивления 66 центов. В этом случае профит составит примерно 105%. Здесь уже, так сказать, приятные иксы. Но что касается случаев пробоя зоны самого крупного накопления, если цена актива пойдет на ретест последней зоны поддержки 19 центов, в этом случае риски составляют минус 39%. В принципе, адекватные риски. Довольно неплохая техническая часть данного актива, да и к тому же его цена находится в полноценном медвежьем цикле, так как она, опять же, находится в самом крупном объемном блоке, где сидят основные киты. Это что касается среднесрочных целей. Если мы откроем всю историю данной технической части, то, заметим, его аттаж находится на 5 долларах 87 центах. Из сегодняшних цен это ни много ни мало, 1700 процентов. Гигантские иксы на самом деле. Поэтому, если у вас есть долгосрочные цели, я бы вам рекомендовал ожидать первую цель в размере около 3 долларов. После этого объемного блока, сейчас отмечу его с синей стрелкой, последующие идут все меньше и меньше. Поэтому 3 доллара 2 цента является последней из крупнейших зон сопротивлений. Получается, первая цель у вас должна быть именно эта. В этом случае профит составит 831 процент. Вторая стенка находится на 4 долларах 69 центах. В этом случае профит будет составлять 1343 процента. Ну и, соответственно, по-хорошему затронуть еще аттаж. А это те самые 1700 процентов. Такие лично мои мысли по долгосроку и среднесроку. Что касается маркетов, в принципе, купить его можете абсолютно везде. Биржа Binance, Абитку, CoinGate, Huobi, Mixi. По сути, все централизованные самые крупные площадки. Что касается DEX бирж, ну, изучайте. Все ссылки на маркеты я оставлю в описании ролика. За последние 24 часа объем торгов упал на 17 процентов. Спрос падает. Поэтому на этом фоне есть все перспективы на продолжение коррекции, локальной, про которую я сказал в самом начале ролика. Идем дальше. Следующий актив под названием VY, полное название проекта VYOT. Цена актива на момент записи ролика составляет ровно 17 центов. Есть перспективы на отскок от ближайшей зоны поддержки, что, в принципе, и произошло от 17 центов. Делаю вывод, есть перспективы на продолжение роста, в размере 88%. В этом случае цена актива сходит на 33 цента, ближайшая зона сопротивления глобальная. Но в случае, если цена актива пойдет на пролив, ближайшей зоны поддержки, есть все риски ожидать коррекцию в размере минус 50%. Зона самого крупного накопления 8,7 центов. Но в случае ее пролива, риски увеличиваются вплоть до 97% коррекции. Точнее, минус 97%. Риски сверхвысокие. Да и к тому же, буквально недавно был очень сильный рост, который составил в размере почти 500%. Делаю вывод, бычья фаза именно VYOT потихонечку заканчивается. Ну, как бы это видно из ближайшей коррекции, которая составила уже минус 63%. Совет сам по себе навязывается дождаться следующей недели и в случае закрепления на зоне поддержки с 17 центов, ей смысл заходить в данный актив. Но опять же, риски сверхвысокие. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем что-то делать. А точнее, покупать данный актив или нет. А что касается долгосрока, я бы тоже немножко переждал на самом деле. Если по нему действительно бычья фаза закончилась, то продолжение коррекции неизбежно. Цену актива киты обязательно загонят обратно в самый крупный объемный блок. А тут коррекция, как сами уже поняли, довольно крупная. В общем, потенциальные риски не сопоставимы с потенциальной прибылью. Поэтому, делаю вывод, неприбыльно. Ну, а в случае, если вы захотите его прикупить, биржи Binance, к сожалению, в списке нету. Есть такие, как у Coin, Gate, Mixi, CoinX, ну и Dex-площадка Uniswap. Опять же, проверяйте все маркеты, которые находятся в описании ролика. И, кстати, за последние 24 часа спрос упал на 36, почти 37%. Ну, а вообще, рекомендую обратить внимание на дорожную карту. И в случае, если будет листинг на биржу Binance, то за пару недель можно будет прикупить данный актив. Так как после листинга на такую крупную площадку рост неизбежен, хотя бы на 60-70%. Но это как минимум. Идем дальше. Проект AirDAO. Актив под названием AMB. Опять же, лично, по моему сугубо личному мнению, ужаснейшая техническая часть. Да, цена актива хоть и находится в самом крупном объемном блоке. То есть, в данный момент актив зажали между самой крупной зоной сопротивления и самой крупной зоной поддержки. Вроде бы, есть смысл накапливать, с одной стороны. Но, с другой стороны, опять же, вот эти вот объемные блоки, которые находятся ниже зоны самого крупного накопления, и они просто ужасно маленькие. А это означает, что максимальная коррекция, которая может по нему составить, это около 43%. Ну, по сути, немного. То есть, это нормальные риски. И, с другой стороны, расстояние между зонами сопротивления очень маленькое. То есть, в случае достижения цены актива до следующей зоны сопротивления, это всего лишь 13% профита. В случае, если цена актива пойдет на второй пробой, 24% профита. Ну, даже если на третий пробой, то это 35% профита. То есть, риски низкие, ну и потенциальный заработок, соответственно, низкий. Есть смысл рассматривать его в долгую, но, что касается среднесрока, здесь точно нет. Кстати, обратите внимание на такие жуткие проливы и такие мощные пробои. Максимально спекулятивный актив. Но, опять же, с минимальным профитом и минимальным риском. Если вы рассматриваете данный актив к покупке, то, пожалуйста, биржа Binance, Kucoin, Gate, Mixi, Binx, в принципе, все самые популярные централизованные площадки. И, кстати, за последние 24 часа объем торгов увеличился на 89%. Спрос гигантский. И это способствует тому, что актив на фоне падения биткоина вообще никак не отреагировал. В общем, сейчас его активно откупают. Опять же, это могут делать те же киты, которые накапливали весь этот самый крупный объемный блок. Идем дальше. Toki Bifi, проект Bifi Finance. Цена актива на момент записи ролика составляет 380 долларов. Довольно дорогой токен. Есть среднесрочные риски в размере минус 23%. Риски сверхнизкие. В этом случае цена актива достигнет последней зоны поддержки. 288 долларов. И, скорее всего, будет отсюда отскок в обратную сторону. А вот в случае роста ближайшая стенка у нас, конечно же, очень скоро. Буквально через 3% в случае ее пробоя. Цена актива достигнет 16% профита. В случае третьего 30%. И даже если четвертая цель будет затронута, это всего лишь 56% профита. В средний срок нет смысла его рассматривать. А что касается в долгу, скорее да, чем нет. Так как в данный момент цена актива находится в полноценном медвежьем цикле. Нижний объемный блок скоро выйдет с накопления, так как он постепенно увеличивается. Ну и его оттаж находится на каких-то просто безумных 2700 долларов. Такие, в общем, дела. В средний срок однозначно нет, а в долгу, в принципе, можно попробовать. Почему нет? Что касается маркетов, торгуются абсолютно везде. Binance, Gate, KuCoin и т.д. Что касается объемов торгов, они выросли за последние 24 часа на 14%. Спрос растет потихонечку. И так далее у нас актив под названием MBL. Название проекта MoviBlock. Цена актива на момент записи ролика составляет 0,4 1 цента. Есть возможное закрепление на зоне поддержки 0,3 1 цента. Но, опять же, необходимо дождаться следующего понедельника. В случае закрепления на этой зоне есть и перспективы на продолжение роста. Но, опять же, оно не будет большим. Всего лишь 35%. Это довольно крупная зона сопротивления. Но, в случае пролива, есть все перспективы увидеть первую коррекцию в размере не так много минус 30%, последующую на минус 51 и максимальную минус 94%. Опять же, риски сверхвысокие. И история нам показывает то, что проливы до этой зоны поддержки вполне реальны. А потенциальный среднесрочный заработок не особо высокий. В случае достижения второй стенки, это у нас получается 0,7 1 цента, цена актива вырастет на 78%. Потенциальный заработок не сопоставим с потенциальными рисками. Получается невыгодно. Но, лично для меня. Что касается маркетов, Binance, Abitcoin Gate, Huobi Mixi, BitGet и Toko Crypto. Ну, таково, в общем. Ну, а, к сожалению, DEX площадок здесь почти нет. Поэтому, если вы будете его накапливать, то, скорее всего, на, соответственно, централизованной площадке. Объем торгов стоит на месте. Минус 2,28% всего лишь. Затишье перед бурей? Ну, либо просто им никто не интересуется. Идем дальше. Актив под названием ID. Я про него уже рассказывал неоднократно, но, опять же, люди просят. Хотя не понимаю, что здесь может измениться. В данный момент, бычья фаза по этому активу закончилась. И он скорректировался уже на 63%. Необходимо дождаться, когда цена актива найдет свою ближайшую локальную зону консолидации, оттуда уже отталкиваться. В средний срок точно скажу нет, так как риски сверхвысокие в случае достижения цены хотя бы до ближайшей, самой крупной зоны поддержки. Это минус 53%. Именно этот объемный блок является самым крупным за всю историю технической части. Но, с другой стороны, есть и вот этот объемный блок, 54 цента. В принципе, да. Закрепление есть. Трехразовое получается 28 февраля, 4 марта и 13 апреля 2024 года. В этом случае цена актива скорректируется всего лишь на минус 23%. Но, опять же, у нас тут есть еще не заполненный flat. Вот этот самый, диапазон цен которого 43 цента и 33 цента соответственно. В общем, я говорю нет больше, чем да. Дождитесь хотя бы локальной консолидации, по-хорошему месячной, и пытайтесь откупать максимально зоны поддержки. Но ни в коем случае не зоны сопротивления. Это что касается долгосрочного накопления. По среднесроку здесь понятно, что нет. Риски сверхвысокие, а потенциальный заработок он слишком низкий. Опять же, я не просто так говорю. В случае пробоя ближайшей зоны сопротивления, 74 цента, цена актива может сходить на 84 цента. Следующая зона сопротивления. Это всего лишь 19% роста. Невыгодно. Маркеты, где торгуется данный актив. Binance, битокекса, битку, коин, гейт, хобби, микси, битгет и так далее. В общем, от более ликвидных к менее ликвидным. Плюс он торгуется еще кстати на PancakeSwap, поэтому можете держать его на DEX площадках, таких как холодные программные кошельки. За последние 24 часа объем торгов упал на 24%, спрос падает. За которыми возможно последует дальнейшее падение. Лично мои мысли были высказаны. Идем дальше. Проект StarkNet очень свежий. Рассказывать мне о нем нечего. На бирже Binance он у нас появился в февраль 2024 год. Техническая часть абсолютно отсутствует. И соответственно, какой технический обзор здесь можно делать? Абсолютно никакой. Единственное, что я могу про него рассказать, то что вы его можете купить в принципе на всех площадках, где он только не торгуется. Binance, Coinbase, BabyTokex, Hobby, Bitfinex, KuCoin, DEX площадки у нас есть Uniswap и так далее. Изучайте, переходите в описании ролика и соответственно просматривайте все маркеты. За последние 24 часа объем торгов упал на минус 18%. Спрос падает, что вследствие может привести к дальнейшему падению данного актива. Что касается цены с первоначальной продажи, но она упала на минус 44%. Сейчас очень сильно негодуют первоначальные инвесторы, которые были нацелены на долгосрок. Неприятная ситуация. Далее у нас идет, значит, искусственный интеллект Layer AI. Название актива Lay. В данный момент по нему закончилась бычья фаза и он уже скорректировался получается на минус 67%. Пролив может продолжиться, так как нет никакого закрепления на каком-нибудь одном из локальных уровней. Пролив глобальный и он еще может достигнуть, получается, если цена актива дойдет до зоны самого крупного накопления, ну хотя бы до границы самого крупного объемного блока, это минус 57% коррекция. Но опять же у нас есть еще Flat, диапазон цен которого 2,4 цента и 2 цента ровно. Ну вот в этом каналчике можно будет ловить первые покупки. А пока что для меня рановато, я считаю. Покупать нужно было его когда цена актива находилась в самом крупном объемном блоке и с тех пор он уже вырастал на 719%. Закрытие гэпа никто не отменяет и, соответственно, есть шансы то, что цена актива вернется в самый крупный объемный блок для продолжения накопления. В общем, что касается среднесрока, однозначно нет в долгую, но можете потихонечку начинать актив именно с тех цен, про которые я только что рассказывал. В случае, если вы присматриваете данных тех к покупкам, то я готов вас обрадовать на бирже Binance, его нету, поэтому изучайте дорожную карту проекта. В случае листинга на какие-нибудь крупные площадки, можете его закупать примерно за 2-3 недели до листинга, можно будет неплохо заработать. А сейчас можно прикупить его на KuCoin, Gate, Huobi, Mexi, BitGet, LBank и, соответственно, Dex-площадки Uniswap и PancakeSwap. За последние 24 часа объем торгов упал на 13 почти 14%. Спрос падает, но не особо сильно. Идем дальше. Токен XEM, название проекта NEM. Получается, зона самого крупного накопления 3 цента сейчас играет роль с зоны сопротивления и есть все перспективы на продолжение коррекции вплоть до минус 44%. С одной стороны, вроде бы риски не сверх высокие, а в предельных нормальных значениях в данный момент, так как я рассматриваю именно сейчас активы с потенциальными рисками не выше 45%, но так как цена актива уперлась в зону самого крупного накопления, я бы ждал продолжения коррекции. Ну, хотя бы, когда риски будут составлять не выше, наверное, минус 30% относительно. Но в случае, если цена актива пойдет на пробой зоны самого крупного накопления, соответственно, с дальнейшим ретестом будут всей перспективы заработать примерно 44%. В общем, с одной стороны, у нас потенциальная коррекция в размере минус 45% и потенциальный рост в размере тех же 45%. Риск прибыли один к одному, нет смысла рассматривать первую цель, поэтому будем ожидать последующую. В этом случае цена актива достигнет 9 центов, это у нас следующая зона сопротивления, 138% профита может ожидаться. Наверное, датчим нет получается, но опять же, я подождал бы следующего понедельника и уже делал какие-то выводы. Разберем еще раз, ничего страшного, пока что ждем. В случае покупок, биржа Binance, Bybit, Toki, Xabit, Coin, Gate, Huobi, TKO дает такую возможность прикупить его. Что касается DEX площадок, я пока что здесь их не наблюдаю, но опять же, изучайте, все в описании ролика есть. За последние 24 часа объем торгов упал на минус 11%, почти на 12%, но это не страшно. На фоне падения биткоина сейчас очень много падает объемов по менее ликвидным активам. Проект Hashflow, токен HFT, цена актива на момент записи ролика составляет 29 центов, на самом деле, техническая часть уже довольно крупная. Появился у нас в продаже, получается, ноябрь 2022 год, есть перспективы на среднесрочную коррекцию в размере минус 49%, 48%, многовато, но опять же, потенциальный профит может составить примерно 192%, а это уже довольно неплохо. 87 центов зона самого крупного накопления, в данный момент она играет роль зоны сопротивления, глобальная, самая крупная за всю историю технической части. Если вас устраивают такие риски в размере минус 47%, то, так сказать, милости просим. Но лично я работаю строго по своим правилам, и я буду ожидать, когда потенциальная коррекция будет составлять не выше минус 40-45%. Как правило, активы достигают моих целей очень часто, поэтому я не думаю, что HFT это исключение, а тогда довольно неплохая техническая часть, с довольно неплохими перспективами. Данный актив можете прикупить на бирже Binance, Coinbase, Bybit, Cracking, Coingate, OBI, Mixi и так далее. За последние 24 часа объем торгов упал на 26%, вот это, в принципе, может последствия ударить по цене актива, и она пойдет на коррекцию. Поэтому цели, которые я указал, в принципе, вполне достижимы. Идем дальше, проект Helium, актив под названием HNT, его цена на момент записи ролика составляет 5 долларов 43 цента, в данный момент нет смысла его покупать для среднесрочного накопления, так как у нас впереди очень много крупнейших зон сопротивления, первое у нас через 11% роста, следующее через 27% роста, последующее через 41%, и только через 3 зоны глобальных огромнейших сопротивления цена актива может достигнуть 73 центов. Ну, я думаю, оно так не случится. Актив еще будет очень долго консолидироваться, вот именно в этом объемном блоке. Опять же, это только в лучшем случае. В противном случае, сна актива может скорректироваться и уйти в довольно неприятный флет, который находится через 54% коррекции, вот этот слабенький объем, диапазон цен которого 4 доллара 47 центов и 2 доллара 80 центов. Я считаю, актив сюда еще придет в будущем, и оттуда уже можно будет делать первоначальные покупки, либо усредняться, в зависимости от ранее купленных ваших позиций. Надеюсь, излагаю все понятно. Друзья, если вы что-то не понимаете, каких-то терминов, либо вы сомневаетесь в моих словах, то, что я пытаюсь кого-то обмануть, возможно, вы так думаете, это вполне нормально. Поэтому переходите в описании ролика, там есть ссылка на мой открытый телеграм-чат, он абсолютно бесплатный. Задавайте вопросы, и я постараюсь максимально быстро вам ответить на все интересующие вас вопросы. Ну, либо просто задайте вопрос в комментариях под ютубом, тоже постараюсь максимально быстро ответить. Я здесь пытаюсь с вами работать, объясняю, как строится объемный технический анализ, чем я руководствуюсь, ну и, соответственно, пытаюсь максимально все разжевать в каждом активе, потому что в каждой технической части есть свои какие-то непонятные вещи, про которые многие умалчивают. А я пытаюсь максимально все разжевывать для вас. Надеюсь, это мне зачтется. Хотя бы лайк поставьте. Итак, в случае покупки данного актива, вы можете его приобрести немного где, Coinbase by Bit, Cracking, Coin Gate, ну, в общем, изучайте дорожную карту, возможно, в будущем будут листинги. Единственный контракт, на котором он построен и торгуется, это Solano, поэтому будьте крайне внимательны. В случае, если актив запампят и сеть Solano опять обвалится, как это часто бывает, вы элементарно не сможете продать данный актив абсолютно нигде. Такие дела. И за последние 24 часа объем торгов увеличился на почти 13%. Спрос растет, но не особо. Итак, далее у нас долгожданный риф. Цена актива пошла на ретест зоны самого крупного накопления. В данный момент она играет роль зонной поддержки, самой крупной за всю историю технической части. Получается, с одной стороны, у нас есть перспективы на среднесрочный заработок в размере 35%, но опять же, это слишком мало. Поэтому есть смысл ожидать последующую цель, достижение следующей зоны сопротивления, а это у нас 114% профита. Здесь уже довольно приятные иксы. Но в противном случае, если будет глобальный пролив, актив может скорректироваться, получается, на минус 43%. Риски невысокие, потенциальный заработок нормальный. В принципе, съедобно, почему нет? Довольно неплохая техническая часть для среднесрочного заработка. Что касается долгосрока, но опять же, актив показывает себя не очень хорошо и проливы бывают очень крупные и сильные. Поэтому в основном рассматривайте его в среднесрок. Но, по крайней мере, я так делаю. А ваше решение, оно останется всегда за вами. Что касается маркетов, Binance, KuCoin, Gate, Obimix, C и в общем он торгуется почти везде. Все декс-площадки и все централизованные биржи также есть в списке. Что касается объемов торгов, за последние 24 часа они просили на 31% и вследствие может будет еще продолжение коррекции. Поэтому дождите следующего понедельника перед началом покупки. Ну а если вас не страшат такие потенциальные низкие риски, то сегодня довольно неплохая точка входа, усреднение, докупки и всего остального. Неважно. Низкие риски, потенциальный заработок нормальный. Повторяю. Идем дальше. Итак, актив Yuma. Кстати, давненько мы его не разбирали. Его цена на момент записи ролика составляет 2 доллара 52 цента. Цена актива идет на ретест зоны самого крупного накопления. В данном случае это зона поддержки. В этом случае цена актива скорректируется еще на минус 16%. А также не забывайте то, что возможен глобальный пролив в размере минус 50%. В этом случае цена актива достигнет последней зоны поддержки 1 доллар 24 цента. Да, риски высоковатые, но с другой стороны у нас есть потенциальный заработок в размере почти 90%. В этом случае цена актива достигнет следующей зоны сопротивления 4 доллара 77 центов. Ну а также не забывайте про ближайшую зону сопротивления, которая находится через 18%. Как лично я вижу данную ситуацию, актив загнали в зону аккумуляции, а именно диапазон цен которой 2 доллара 99 центов, зона сопротивления, зона поддержки, в данный момент это зона самого крупного накопления, 2 доллара 11 центов. Получается, есть смысл накапливать актив в этом диапазоне цен. Торгуется актив абсолютно везде, прикупить вы можете на любой централизованной площадке, выбирайте себе любимую, которая вас больше всего устраивает, а также децентрализованные биржи тоже имеются. Поэтому, так сказать, выбирайте себе подходящую. За последние 24 часа объем торгов особо-то и не сдвинулся, плюс 11%. Есть предпосылки на локальную консолидацию, про которую я рассказывал. Итак, проект Chilis, токен CHD. Цена актива на момент записи ролика составляет 11 центов, есть довольно высокие риски, так как у нас есть очень много зон сопротивлений и соответственно поддержек, которые ближайшие находятся через 29%, глобальная 8 центов, следующая через 63%, это у нас зона поддержки 4 цента, последующая через 79% и так далее. В общем, максимальная коррекция, которая может составить по нему глобальная по Chilis, это минус 96%, страшно. Поэтому ни в коем случае нет смысла его рассматривать для среднесрочного заработка, а для долгосрока пытайтесь максимально откупать вот эти вот зоны поддержек. Ну или просто можете заскринить, сейчас я вам максимально его раскрою график, уберу все лишнее. Ну, в общем, такие дела. Если нужен данный график, просто скриньте его и там уже разбирайтесь, как вам удобно. Но в данный момент я бы не рекомендовал его накапливать ни в долгую, ни в средний срок, так как по нему в данный момент уже началась восходящая фаза и неизвестно, когда она развернется в обратную сторону. Купать нужно актив, когда он находится в полноценном медвежьем цикле, но на возрастание цены нет смысла заходить, я считаю. С каждым процентом роста потенциальная прибыль уменьшается. Такие дела. Я ни в коем случае не пытаюсь вам объяснить или загнать информацию о том, что Чилис без перспектив актив. Нет, я наоборот пытаюсь объяснить то, что возможно, по нему будет продолжение роста. Но из-за этого риски увеличиваются. А у меня канал основан на минимизировании рисков. И соответственно, я считаю то, что сейчас на рынке есть активы, которые спят, и их сейчас откупать намного выгоднее, чем данный актив. Такие дела. Надеюсь, вы меня понимаете. Если нет, задавайте вопросы, всем отвечу. Что касается маркетов, абсолютно все самые популярные централизованные биржи, ну и соответственно, декс-площадки тоже имеются в данном списке. За последние 24 часа объем торгов упал на 20%, что впоследствии может привести к падению цены дальнейшей. Опять же, мое личное мнение. Идем дальше. Следующий у нас актив под названием GAL. Полное название проекта Galaxy. Не полное Galaxy, но Galaxy в общем. Да, кто придумал это название, господи. Итак, получается, у нас есть перспективы на среднесрочную коррекцию в размере минус 76%, что является высоким показателем риска. И в противном случае, то есть в обратном. У нас есть перспективы на рост в размере 39%. Зона самого крупного накопления. А как показывает история, мой личный опыт, когда цена достигает этой зоны самого крупного накопления, красной линии в нашем случае, она разворачивается в обратную сторону. То есть от них происходят очень часто отскоки. Но в случае ее пробоя, актив может достигнуть 156% профита. В общем, риск-прибыль несопоставима. Риски сверхвысокие, потенциальный заработок вроде бы он есть, да. Но опять же, цена актива находится ниже зоны самого крупного накопления. Поэтому ожидайте будущей коррекции и когда потенциальные риски будут составлять не выше минус 45% коррекции. А то есть актив должен еще скорректироваться как минимум на 55%. Такие дела. Маркеты, где можно прикупить Галл, это у нас Байнанс, Коинбейс, Байби, Токекс, Абит, Кракенку, Коингейт, ну и соответственно Декс-площадка Юнисвап. А что касается остальных, листайте, читайте, изучайте и ознакомливайтесь. За последние 24 часа объем торгов упал на 43%. Это много и соответственно впоследствии будет пролив дальнейший. Опять же, мое сугубо личное мнение. Далее у нас мемная криптовалюта Book of Meme. Название токена Boom. Актив на рынке недавно. Листинг на Байнанс состоялся в марте 2024 года. Техническая часть отсутствует и соответственно технический анализ я не могу никакой делать. Что касается маркетов, да в принципе самые популярные Байнанс, Байбитко, Коин, Гейт, Хобби, Микси, Биткет, ну и Криптоком еще. А что касается Декс-площадок, пожалуйста, Radium может позволить прикупить данный актив. За последние 24 часа объем торгов упал на почти 16%. Спрос падает, но не особо сильно. Ну и построен он на блокчейне Солана, имейте ввиду. Кстати, что касается первоначальных продаж, долгосрочные инвесторы, среднесрочные, уже имеют 855% профита. Довольно неплохие иксы показывает данный мемный актив. Но сейчас не лучшее время, чтобы его покупать. Это актив без истории. Чистая лотерея, либо да, либо нет. Поэтому, если вы владеете магией темной, то, конечно же, у вас все получится. Но не думаю то, что это так. Крипта уникальна вообще. Идем дальше. Токен Dodo. Цена актива на момент записи ролика составляет 16 центов. Именно в данный момент есть все перспективы на среднесрочную коррекцию в размере минус 52%. Уже могу сказать, ожидаете дальнейшей коррекции, когда цена актива будет достигать не выше 45-40%. В случае роста есть все перспективы на среднесрочный заработок в размере 68%. Довольно неплохо. Но, опять же, в данный момент риски сверхвысокие. Рекомендую его откупать, когда потенциальная коррекция низкая, но не высокая. Да, потенциал у него гигантский. Даже если цена актива дойдет до следующей зоны сопротивления 48 центов, это почти 190% роста. Большие иксы. А также не забывайте то, что дода в данный момент находится в полноценном медвежьем цикле и уже получается на протяжении 720 дней. А я напоминаю, очень много альткоинов стреляют по истечении двух лет. Именно если актив находится ниже зоны самого крупного накопления, а также в зоне самого крупного объемного блока. Ну и соответственно, этот объемный блок должен быть последним, что в принципе здесь и происходит. Отличнейшая техническая часть для долгосрочного накопления. Но что касается среднесрока, я бы переждал еще. Опять же, я этот актив покупаю очень часто, по своим целям. Если вас не волнует коррекция на 52%, то пожалуйста, рассматривайте хоть в краткосрок его, мне все равно. Я пытаюсь до вас донести информацию лично из моего опыта. Что касается маркетов, биржа Binance, CoinGate, он абсолютно везде торгуется. Где бы я не пытался его купить, найти он всегда там был. Поэтому не парьтесь. А что касается объемов торгов, за последние 24 часа они упали на 18%, что впоследствии может привести к потенциальной будущей коррекции, про которую я вам рассказал. Тонкоин. Нет смысла его сейчас покупать. Он находится на локальных хаях и по нему сейчас идет полноценная бычья фаза. Опять же, она вроде бы немного затухла и коррекция уже произошла на минус 38%. Но у нас есть, получается, зона поддержки 3 доллара 91 цента. Я считаю, сколько будет именно от этой зоны в обратную сторону для будущего накопления. Лично я его не покупал, поэтому для меня не поздно и не рано. А для тех, кто только сейчас его рассматривает, друзья, есть сейчас альткоины с более высокими перспективами, которые находятся в полноценном медвежьем цикле. Нужно рассматривать активы, когда они спят, но когда они уже проснулись, просто пройдите мимо и сделайте вид то, что вы их не заметили. Не нужно стараться заработать на таких активах из-за вашей фомы. Страх упущенной выгоды это единственное, что может повлечь за собой большие потери, денежные. Что касается полного списка всех активов, которые лично я закупаю, на этот счет у меня есть закрытый чат Telegram, получив доступ к которому, вы будете на постоянной основе получать списки самых перспективных активов для среднесрочного и долгосрочного накопления. Это не просто типа купи, продай и заработаешь. Нет, каждому активу я прикрепляю график с моим техническим анализом. И там я указываю перспективы на рост и соответственно на риски. В общем, всю работу по долгосрочным и среднесрочным инвестициям я делаю за вас. Если данная информация вас интересует и соответственно, если вы хотите работать вместе, то всю информацию найдешь в описании данного ролика. Там есть мой личный Telegram. Пиши, задавай вопросы, а я тебе отвечу, сколько это стоит. Ну а теперь давайте продолжим разбирать ваши альткоины. Продолжаем. Активтон вы можете приобрести на таких площадках, как Bybit, Tokix, KuCoin, Gate, Huobi и так далее. В общем, следите за дорожной картой. В случае, если будет листинг на биржу Binance, то за пару недель есть смысл его прикупить. Но в противном случае я вам не советую. Опять же, мое личное мнение. За последние 24 часа объем торгов упал почти на 30%. Такие дела. Идем дальше. Так, продолжаем. Следующий актив на разбор. Под названием PAF, либо PEF. Полное название проекта Pacific. Я по нему уже делал технический обзор, но опять же, скажу то же самое. Потенциальные риски в размере минус 24%. А что касается потенциального заработка, это просто жесть. При достижении цены до зоны самого крупного накопления, это 976% роста. Просто жесть. Какие большие иксы. Но опять же, актив максимально спекулятивный. Да, пошел разворот с одной стороны, но с другой стороны, полного закрепления на зоне поддержки последней. Так, такового не было. Хотелось бы увидеть хотя бы еще одного ретеста, который будет через 24%. И впоследствии, да, можно будет его прикупить. Также не важно, средний срок, либо долгосрок. Но по-хорошему, конечно же, рассматривать долгосрочные инвестиции, так как долгосрок показывает просто безумное падение. Огромнейшее падение. Вообще, со стороны, это можно сказать, скамина. Поэтому дождитесь хотя бы еще одного ретеста, и впоследствии можете на нем неплохо заработать. Сейчас, ну, по нему в основном проходят спекуляции. Вот эти вот зеленые-синие тени вам прекрасно все показывают. Что касается маркетов, только, получается, биржа Гейт владеет данным активом. Не знаю, с чем это связано. Был ли делистинг со всех площадок, что, в принципе, логично. С первоначальной цены он упал на 99%. Здравствуйте, долгосрочные инвесторы. Так сказать, ужас, кошмар. Да, конечно же, проблемный актив на самом деле. Но, опять же, что касается моих прошлых высказываний, они остаются прежние. Риски сверхвысокие. Настолько, что можно потерять абсолютно все. Поэтому, если вы и хотите прикупить данный актив, то на самые последние деньги и в самый последний момент. Но, если из всех инвестиций у вас что-то осталось, там 1% от депозита, можете, так сказать, присмотреться. Но, я опять же, не рекомендую. Идем дальше. Токен под названием Viager, а точнее VGX. Его цена на момент записи ролика составляет 10 центов. Произошел отличнейший отскок от зоны последней поддержки 6 центов. И в данный момент получается есть перспективы на среднесрочную коррекцию в размере минус 38%. В противном случае есть перспективы на среднесрочный заработок в размере 72%. Достижение первой цели. А второй, получается, профит может составить 179%. Зона сопротивления последней из крупнейших 30 центов. Но, опять же, не забывайте то, что у нас есть, получается, ретест последней зоны поддержки всего лишь 20-дневной. Что не является довольно сильным индикатором для продолжения накопления и удержания зоны поддержки последней. Дождитесь месячного закрепления с последующим отскоком от последней зоны поддержки. И, да, есть смысл будет накапливать его для долгосрока, среднесрока. Ну, и, соответственно, риски по нему будут намного ниже, чем сейчас. Что касается площадок, где он торгуется, да, в принципе, абсолютно везде, где только можно. За последние 24 часа объем торгов увеличился на полторы тысячи процентов. Полторы тысячи – это жесть вообще какая-то. Ну, и, в принципе, это и повлияло на откуп последней зоны поддержки на примерно 92%. Даже на фоне падения биткоина VGX показывает отличнейшую волатильную динамику. Да, скорее всего, киты решили удержать эту зону поддержки и в ближайшее время она не будет пробита. Опять же, сугубо мое личное мнение. Кстати, ограниченная эмиссия, 75% активов уже было добыто. Далее у нас ICP. Все то же самое. Пока что нет смысла его покупать, так как потенциальные риски составляют минус 77%. Но как бы и потенциальный заработок вроде бы как у нас довольно высокий в размере 359%. Но потенциальные риски не сопоставимы с потенциальным заработком. Поэтому ждите, когда ICP скорректируется до тех пор, когда его потенциальные риски будут составлять не выше 45%. А с сегодняшних цен, получается, это долгожданная коррекция потенциальная в размере еще минус 59%. В общем, от 5,5 долларов отталкивайтесь. Сейчас покупать рано его. На локальных хаях купите и сами знаете, на чем прокатитесь. Маркеты. Абсолютно все декс-площадки, а также централизованные биржи тоже все в списке. Ну и соответственно, не забывайте то, что ICP это у нас монета, у которого есть единственный блокчейн, собственно ICP. Опять же, исходя из информации на CoinMarketCap. За последние 24 часа объем торгов упал на 20%, что впоследствии может привести к будущему падению актива. Ну, точнее, не к будущему, извиняюсь, заговариваюсь, а к ближайшему. Идем дальше. Следующий актив Метис. Его цена на момент записи ролика составляет 59 долларов 78 центов. Сейчас не лучшее время, чтобы его накапливать, так как буквально недавно было завершение его бычьего цикла. Сейчас, да, идет полноценная медвежья фаза, точнее, цену актива возвращают в медвежью фазу. И есть и перспективы на среднесрочную коррекцию в размере минус 60%. Но если будет закрыт гэп полностью, то коррекция составит еще минус 82%. Такие дела. Ну и потенциальный заработок, соответственно, низкий, так как зон сопротивления наверху огромное количество, ну и как бы цена актива находится ниже зоны самого крупного накопления. И если даже при условии полного пробоя хотя бы 5-6 зон сопротивлений, это 48% профита, что не является прибыльным. Такие дела. Слишком, слишком маленький профит, а потенциальные риски гигантские. Нет смысла его сейчас рассматривать. Что касается покупок Binance, Coinbase, Okix, KuCoin, Gate, Hobby, MaxiBitGet и Dex-площадка Uniswap. Остальные изучайте. Все в описании ролика имеется. Ну и то же самое я скажу про статус, либо сетас. В данный момент актив находится на локальных аях, нет смысла его рассматривать. Потенциальные риски сверх высокие, а заработок, соответственно, низкий. Ну и как бы он буквально недавно достиг очень высокой цены, а именно 21 цента. Ждите коррекцию, но в случае покупок, опять же, его нету на бирже Binance, поэтому изучайте дорожную карту данного проекта. И не забывайте то, что он построен на блокчейне SUI. Единственный контракт. Это означает, если данной сетью что-то произойдет, то и соответственно вы ничего не сможете сделать со своими фантиками. И завершает сегодняшний разбор. Получается актив под названием GAPFI, полное название проекта GameFi. Цена актива на момент записи ролика составляет 6 долларов 55 центов. Есть все предпосылки на отскок в обратную сторону от зоны самого крупного накопления. 5 долларов 18 центов. В этом случае цена актива скорректируется еще на минус 20 процентов, поэтому отталкивайтесь именно от этой зоны поддержки. В случае ее пробоя зона поддержки следующая через 80 процентов. Такие дела. Да, риски сверх высокие, а потенциальный заработок не особо. Первая стенка через 40 процентов роста примерно и последующая через 157. Потенциал риска к прибыли не сопоставим, как я и говорил ранее, по многим другим активам. Поэтому в данный момент риски сверх высокие. Ну и как бы не забывайте, это у нас игровая тематика. Что касается маркетов, в принципе, можете прикупить его на Кукоин, Гейт, Конекс, ну и, соответственно, есть еще одна дек с площадкой Панкейк Свап. Изучайте дорожную карту, также сам проект и ищите даты листинга на остальные крупные площадки. Возможно, что-то сможете заработать. За последние 24 часа объем торгов увеличился на 28 процентов. Спрос немного растет. Опять же, хомяков здесь огромное количество сейчас. Ну что ж, вот и все. Очередное завершение крупного разбора ваших альткоинов. Надеюсь, на многие вопросы я все-таки смог дать вам ответ. А если есть вопросы, повторяю, задавайте их в комментариях, либо подключайтесь в нашу телегу. Там, так же, как и на YouTube-канале, никогда не было и нет, ну и, соответственно, не будет никакой рекламы. Пока что мне просто это не нужно. Заработка хватает. Самое главное это что? Минимизировать риски, ну и, соответственно, не жадничать. Всем пока!